Я руководитель службы информационной безопасности в текущий момент в НКО «Элекснет». Наша ключевая идея, с чем мы работаем, это платежные терминалы и, соответственно, сервисы, завязанные на них. За годы своей службы удалось поработать и в финсекторе, в автомобильной промышленности, в продажах автомобилей. Удалось поработать в интеграторе, удалось поработать в аутсорсере, в том числе применительно к нашей теме поанализировать некоторые разные интересные инциденты, порасследовать их, показать бизнес-вэлью и, исходя из этого опыта, поделиться своими некоторыми соображениями. Что мы сейчас имеем из ключевых проблем на рынке? Очевидно, это то, что у нас первонаперво пришла корона, пришла эпидемия. У нас катастрофически изменился, в принципе, ландшафт работы, потому что люди ушли на удаленку. В связи с этим усиленно начало размываться понятие «бьет bring you on device». Это когда сотрудники просто использовали раньше мобильники на работе, и это считалось уже чем-то невероятным. То сейчас много сотрудников и во многих компаниях используют свои домашние рабочие места, как полноценные рабочие места с удаленным доступом. Более того, появилось множество приложений для организации совещаний удаленно, как тот же Zoom банальный или GoToMeeting, в разных компаниях что-то свое используют. И, соответственно, сам периметр, само понятие его, то, что нужно защищать, то, что нужно контролировать, оно тоже немного начало размываться. Плюсом ко всему стала сложность во многих компаниях из опыта работы – это внедрение полноценных режимов соблюдения положения персданных и о комтайне. То есть типовая история из опыта – это когда приходишь в компанию, там в лучшем случае существует положение, но не существует режима, нет листового знакомления, нет доп. соглашений, или они там находятся в каком-то зачаточном, ну, как бы в зачаточной стадии формирования себя. Люди, может быть, даже сами сотрудники зачастую даже не понимают, к чему они имеют доступ и как этим можно распоряжаться. Ну и, собственно говоря, второй главный, как бы, еще аспект – это опыт мошенников против современных систем. Мошенники прекрасно тоже, как и заказчики, знают рынок, кто чем пользуется, на социалите или узнать у конкретного заказчика, какие средства защиты они используют, какие антифроды, какие средства мониторинга, они уже прекрасно об этом осведомлены. Про нормативную часть чуть более детально, ну, как бы, типовая история про положение о комтайне или там про положение о персданных. Когда сотрудник там или типовая история применительно к DLP, когда сотрудник хочет скопировать себе на флешку файл с названием «клиентская база» ну или «база клиентов». И в моменте выясняется, что в организации очень тяжело привлечь сотрудника, почему? Потому что помимо положения должен быть внедрен режим, где должна быть еще политика в отношении конкретных данных, перечислить места их хранения, ответственных лиц, должности, ознакомление, там должен быть какой-нибудь регламент передачи. В результате получается все так, что когда вы пытаетесь внедрить какую-то систему, даже пускай она будет показывать мгновенно какой-то результат, перестроить процессы внутри компании, вне зависимости от показателей этой системы, оказывается гораздо сложнее, чем просто что-то взять и внедрить. Приходя к ключевому вопросу, собственно говоря, блокировать нельзя детектировать. Но вспоминается первонаперво учебник по ЦИСМУ, первый самый параграф, первая глава, он начинается с того, что в любой компании прежде всего должна быть стратегия развития самой компании, под эту стратегию пишется стратегия развития IT-систем в компании, и, соответственно, под эту уже стратегию пишется стратегия развития инфобеза. Здесь важно понимать еще под кем, под чем лежит сам, собственно говоря, инфобез. То есть варианты у нас, по сути дела, три. Это когда инфобез лежит где-то в структурах IT, это, на мой взгляд, худший вариант. Почему? Потому что тогда мало того, что он бюджетируется, выделяются ставки и приоритизирует свою задачу в последнюю очередь совершенным образом, и любые контроли сводятся к тому, что в лучшем случае какой-нибудь блэклист на фейерволе и контроль устройства с точки зрения делпихи. Более-менее приличный вариант – это когда инфобез лежит в структурах экономической безопасности или собственной безопасности, потому что тогда уже идет более тесное сотрудничество с бизнесом с точки зрения какой-то боли, хотя зачастую эта история все равно скатывается в «давайте поковыряемся в грязном белье, что у нас там есть, чего нет». И третий вариант, самый прекрасный – это когда инфобез подчиняется напрямую кому-то от бизнеса или конкретному куратору от директоров. Соответственно, тогда у вас есть возможность прекрасно пытаться показывать ваш вэлью. Инфобез, как известно, напрямую денег не зарабатывает, но может их попробовать либо поэкономить, либо вернуть, если хороший инфобез. Соответственно, у вас есть возможность показать вэлью, у вас есть возможность выделить штат и объективно заниматься какими-то делами, инсталляциями, расследованием. Итак, к подходу про блокировать нельзя детектировать. Здесь классика жанра, тоже часто встречающаяся, когда проинсталлировали систему, давайте что-нибудь поблокируем. Типовой набор истории – это, опять же, перс данный какой-нибудь файлик с базой клиентов или какая-нибудь регулярка на номер телефона или на номер банковской карты. Все это хорошо, паттерны известны, паттерны простые, но имеют свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что достаточно дешево, не надо аналитики особо сильные, система работает четко и в сущности напоминает попытку перегородить реку сеткой, подобрав диаметр ячейки, чтобы ловилась нам нужная рыба. Еще хорошо то, что с точки зрения денег нам не нужны такие системы, много инфраструктуры, много каких-то ресурсов, все тривиально, вы настроили политики, смотрите на инциденты, общаетесь с людьми. Вопрос весь только в том, что сложно предугадать при таком подходе, то, как будет действовать злоумышленник. Ну, то есть сегодня он попытался скопировать файл просто на флешку, не получилось. Вы пытаетесь с него взять пояснение, он пишет, ну, извините, я ошибся, вот там не туда мышкой перетягивал, вот получилось такой-то инцидент. Завтра он попробует в скайп, не получится в скайп, облако, мейл, что угодно. Ну, в общем, вариантов масса. И проблема вся в том, что под каждый типовой такой кейс, паттерн написать очень тяжело. И, соответственно, потенциальный злоумышленник всегда потенциально будет, опять же, на шаг впереди вас, что как бы не очень хорошо. С точки зрения привлечения к ответственности, опять же, у вас будут проблемы с формулировкой, потому что факта утечки, как такового, по большому счету, не случилось. Система поймала этот файлик под названием там клиент такой-то, и, соответственно, пользователь в показаниях скажет максимум, что он ошибся. Рассмотрим. Ну, как бы, нюансы тут еще вот какие есть. Что в этом подходе, с одной стороны, как бы, есть, опять же, свои плюсы, то, что политике легче писать, политике отчасти будут более простыми с точки зрения логики, но их будет много, и не факт, что они будут эффективны и хороши. Блокировать нельзя, детектировать, это, собственно говоря, сам подход, про когда мы уже отказываемся от подхода, что мы все контролируем, что мы подобрали тот самый диаметр ячейки сетки, когда мы точно знаем, что будет и кто делать, и, соответственно, мы пытаемся, наоборот, записать максимум информации о пользователе с той целью, чтобы даже имеющиеся политиками, или, там, если инцидент происходит какой-то сильно позже, была возможность нормального ретроспективного анализа, посмотреть, что происходило вообще с этим сотрудником или с системой. Ситуация абсолютно обратная, то есть, что легче контролировать все каналы коммуникации, инциденты – это совершенно не только про копирование, это про переносы, про отправки, про попытки зашифровать что-нибудь в архивы, в большие файлы, что-то где-то как-то подробить, использовать разные каналы связи для того, чтобы что-то отправить. И, соответственно, этот идеальный вариант, как говорится, подхода – показать то, что скрыто. В чем минусы? Минусы с точки зрения аналитики, потому что больше данных, нужно больше хороших аналитиков, кто в этом будет разбираться, и, соответственно, дороже с точки зрения инфраструктуры, потому что нужно будет больше данных-то и хранить. Нужно будет больше объема, больше скорость, потому что нужно будет поглубже копать, и не всегда инциденты случаются на прошлой неделе, что называется. Ну, смотрите, по поводу типовых кейсов еще, почему все же следить или действовать по принципу «доверяй, но проверяй», когда мы записали, но периодично посматриваем, что же делают у нас сотрудники, это гораздо более выгодно, чем подход поблокировать по возможности максимально все. Значит, ну, собственно говоря, инциденты – это не только прокопирование на флешку, потому что инциденты могут случаться в разных системах, они могут приводить к разным потерям. Иногда DLP – это просто очень хороший, простой, дешевый способ найти точку входа, когда пришла зараза от кого, от какого конкретно сотрудника, кто кого чем мотивировал открывать, не открывать, там, подсовывал кому-нибудь флешку. Эти истории мы уже проходили, то есть это не просто про заблокировать скопирование файла. Второе – это тоже интересный пример – это попробовать поиспользовать DLP как данный – Database Activity Monitoring. История простая. В любой компании большой есть разработчики, разработчики работают с базой данных, базы данных бывают разные, могут хранить какие-то интересные, соответственно, архивы сообщений, и разработчик, имеющий доступ непосредственно к большим массивам данных, может критичной информации в большом объеме, может делать много нехороших вещей. Потенциально сразу на ум приходит несколько типовых кейсов, это про апдейт, про инсерт, когда он может повставлять или подменять какие-то данные своими, либо банальные селекты – это, опять же, выборки про те же самых клиентов, про интересы конкретных сделок или чего-то такого. То есть тот вариант, когда сотрудник гарантированно не засветится в конкретных бизнес-системах, но получит доступ к тем самым данным критичным, которых бы и не хотелось потерять. Еще про железобетонный плюс – это то, что DLP в мониторинге, в простом, может быть аудитором ваших бизнес-процессов, ваших систем, вашей организации. Почему? Потому что явным образом, смотря за тем, как работают сотрудники, у вас за достаточно короткий период времени будет понимание от того, чем и как они занимаются в момент прихода в компанию, как им выдаются доступа в реалии, а не с условным сервис-деском или нет, и, соответственно, что они делают в своей трудовой деятельности, как у вас в компании функционируют информационные потоки, как у вас организованы хранилища и доступа к реальным данным, передаются ли законно учетные записи или нет. В общем, много всего интересного можно здесь привести, но самое интересное – это попробуем рассказать про нетиповой кейс, когда подход про слежку в чистом виде, ну или там мониторинг, оказался гораздо более эффективным, чем конкретный превент. Из практики тоже так интересно сложилось, что большинство заказчиков рассматривают всегда DLP, как средство чего-то поблокировать. Ну, оправдано просто легко, что давайте заблокируем, например, те же банальные флешки, ну окей, заблокировали там. На фаерволе запретили оплодить файлы, хорошо, вообще как бы там отрезали всем, то есть информационный обмен с внешним миром кажется нам сделан по минимуму. Но и это не так, как бы сотрудник, формально ограниченный во всем, с точки зрения компании или политик безопасности, или IT-инфраструктура, на самом деле зачастую может сам не знать, сколько прекрасных дыр вокруг него расположено. И здесь пример кейса такой, что была компания одна из опыта за уже небольшой как бы давностью лет, можно немного рассказать. Суть была в следующем, что приходили клиенты, жаловались, что, ребят, ну вот мы пришли к вам в компанию, там что-то купить, не успели выйти, там дверь не захлопнулась, а уже, соответственно, нам уже звонят конкуренты, говорят, что мы вам продадим то же самое, только дешевле. Или там, ну какие-то условия, опции, что-то предложим другое. То есть, ну ситуация не очень приятная, но зато опять же с точки зрения оценки стоимости DLP очень интересный кейс выходил в ту сторону, что мы уже точно знаем, сколько компания на одном клиенте по продаже условного чайника могла потерять. Соответственно, там по поводу аудита, ну как бы все стандартно. Ну окей, посмотрели аудит данных, посмотрели аудит, где что лежит, как гуляет, начали, соответственно, анализировать, что делала безопасность до этого, там типовые истории, пообщаться с менеджерами по продажам, посмотреть кто что где и как делал, нет ли злого умысла у них, хотя на самом деле мотивации нет никакой, по той простой причине, что, ну зачем менеджеру продавать клиента наружу, если вы по своей схеме мотивации всегда здесь получите больше. Ну как бы окей, оставили эти вопросы пока без ответа. Но мы решили пойти другим путем. Мы начали с того, что мы начали просто аудит процесса продажи, мы начали смотреть, какие люди на какой стадии и как участвуют в процессе продажи, мы начали анализировать, как пользователи получают доступа в систему, то есть насколько это грамотно, есть ли двухфакторная авторизация, что происходит с пользователем, с его учетными записями, когда он увольняется, то есть не получалась ли ситуация, что сотрудник мог уходить в другую компанию и данные от его учетки могли, например, остаться. Соответственно, кто и как видит реально данные о сделке. Среди прочего, началась выясняться, в общем, одна интересная деталь. Оказалось, что действительно в процессе продажи, во-первых, появлялось некое третье юридическое лицо, которое согласовывало там параметры сделки и у которого был определенный личный кабинет для клиентов, чтобы туда можно было заносить, собственно говоря, данные, ну, как запрос на сделку. Проблема была вся в том, как выяснилось, что, во-первых, доступа очень часто передавались, ну, по наследству, окей, ладно, типовая история бывает, исправили. Типа из доступа либо не отзывались, либо, опять же, нерегулярно аудировались по поводу того, что, чтобы с ними и как делать. Но больше было всего интересно то, примечательно, что сама третья система, куда передавались эти данные, имела определенные логические уязвимости в работе, которые позволяли вне зависимости от того, что происходит у вас в организации, как у вас выстроены процессы взаимодействия своей ЦРМК с третьим лицом, позволяла получать неавторизованный доступ другим, таким же клиентам этого третьего лица. Соответственно, какую ситуацию мы интересную получили. Есть дел пиха, ну, там, соответственно, с типовым набором политик была, когда давайте там что-нибудь поблокируем. Результат был нулевой. Была безопасность, которая говорила, что там давайте людей там попытаем, как всегда с паяльником, пристально поспрашиваем, что где и как происходит. Результат был нулевой. Когда перешли в сторону мониторинга полноценного и записи понимания, что где и как происходит с сотрудниками, где и как они подгружают данные, как они гуляют из одной системы в другую, тогда картинка просто, ну, вырисовалась, и инцидент, который, ну, длился достаточно время, расследовался буквально за несколько дней, ну, вполне серьезных. Что это нам дало в результате? Ну, по факту, сама по себе дел пиха, допустим, с точки зрения бизнеса, она окупилась мгновенно и не один раз, потому что, ну, знали, сколько потенциально теряли на клиентах, мы знаем, сколько мы там заплатили за лицензии человека часы, самое главное, аналитики, там, администраторов, кто это администрировал, инсталлировал, все окей, разобрались. Сходили ЦРМ-ку контрагенту к третьему лицу, ну, соответственно, показали им наши доводы, логи, которые смогли вытащить, там, из дел пихи, логи, которые смогли даже определенные получить язык системы, показали на уязвимости, ребята это дело закрыли. Изменили процесс передачи, то есть, ну, как бы там договор ИТВ между контрагентами, где были прописаны определенные параметры передачи данных, которые, ну, немножко пришлось переформатировать, это все благодаря, вот, вышесказанное было, только тому, что был грамотно настроен мониторинг, и бизнес, по большому счету, согласился с тем подходом, что мониторить это гораздо проще и выгоднее, чем пытаться кому-то что-то заблокировать. Еще в качестве резюме хочу отметить, что вот этот подход, когда давайте все же будем пытаться мониторить, а не блокировать, он, как ни странно, наиболее гибкий, простой и легче в обслуживании для конечного заказчика. Да, с одной стороны, в самом начале на входе кажется, что цены на инфраструктуру, на аналитиков, там, на лицензии, это все очень дорого, но, в конечном счете, мы же прекрасно понимаем, что, во-первых, инциденты, они случаются не всегда день в день, когда мы о них знаем, придется что-то покопаться и что-то порасследовать. Во-вторых, то, что у нас изменился ландшафт, и там, в банальном зуме, когда сидит администратор в удаленке, он может населектить много данных и там сидеть из удаленки, это дело куда-нибудь копировать, сохранять, переконтролировать все возможные каналы утечек данных, с вероятностью 100%, наверное, невозможно. А вот записать одну единственную сессию и хранить много этих сессий гораздо проще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова